Всем привет! Блендер 2.91. И вот такая анимация, которую я уже выкладывал. Это значит, гордуля летит единицей на нампаде. Поближе вам поставлю. И вот вы видите, что в принципе крыло работает нормально. Но немножко нужно её ещё докорректировать. Протестил я четыре крыла, и вот это самое удачное. Это крылья именно тоже скачаны, я их сам не делал. Просто прилепил к персонажу. К персонажу делал я сам. Так. Ну давайте разбираться. Здесь крылья настроены именно как руки. На инверс кинематик тоже вот. Так вот они действуют. Вот так они крутятся. Но вот эта часть не работает корректно. Вот это вот. Хотя всё вставлено правильно. Давайте её поднастроим. Возьму я другое крыло пока. Итак, работать будем с птичьим вот этим крылом. Если на нём получится именно сделать настройку, то в принципе на крыле горгули всё будет работать нормально. В чём смысл, что у горгули крылья предназначены только парить. Допустим, со скалы на скалу, со здания на здание. Ну где-то, да, они машут там, чтобы приподняться чуть-чуть там до какого-то объекта. Ну, в принципе, вот это и вся их задача. В отличие от напрягов вот этих вот крылоптицы. Итак, панель настраивать. Shift-A. Выставляем арматуру. Ставим Single Bone. Ставим, как всегда, её на Infront. Заходим в Edit Mode. Выбираем вверх кости. Нажимаем E. Вытаскиваем косточку. Alt-P. Clear Parent. Её отсоединяем. End-Panel. Сейчас я включу ScreenCastKey, чтобы вы, если запутаетесь, видели, что я нажимаю End-Panel. Так, буквы маленькие. Вот, вот теперь будет нормальная. Теперь семёрка на нампаде. R перекручиваем вот эту, вот эту косточку. Выставляем её и погнали от неё делать ещё кости. Раз, два, три, четыре. Ну, пускай будет шесть штук единицы на нампаде. Теперь нужно их подгадать, подстроить. И теперь, наверное, G. Вот это чуть побольше пусть будет. Семёрка на нампаде. Давайте теперь их выставим сверху. Подровняем. Ну, что-то в таком духе. Так. Настраивать я буду только вот эту часть. А потом будем уже усложнять и смотреть, где какие косяки вылезут. Так, вот эту косточку тоже G. Подровняем. Чуть-чуть здесь выставим. Единица на нампаде. Вытягиваем косточку. Альт-пи. Альт-пи. Клиер-пэрент. Отсоединяем кость. Значит, G. Подставляем её где-то вот сюда. Здесь перекручиваем. Здесь будет одна косточка. Семёрка на нампаде. Видите, что крыло развернуто. Нужно это дело сразу подгадать. Так, единица на нампаде. Чуть-чуть это всё дело выравниваем. Теперь делаем Shift D сочетание клавиш. Подгадываем. Уменьшаем. И E вытягиваем ещё одну косточку. Будем делать здесь по две кости. Так, сразу смотрим со всех ракурсов. Вы видите, что здесь уже косточка ушла слишком далеко. Это не есть хорошо. Нужно хотя бы как-то её поближе поставить к крылу. Единица на нампаде. Ну, надеюсь, сейчас она нам даст возможность меньше корректировки делать. Shift D. Так. Смотрим, что да как. А нет. Это значит G. Подставляем. Выбираем. И G подставляем. Ну, вот такая штукенция. Без гемора никак. G подставляем. Наверное, вот сюда. И делаем Shift D. Подставляем вот сюда. Ещё раз Shift D сюда. Смотрим, опять же. Тут пошла пляска. Опять же, их вставляем в крыло. Так. И вот эти косточки желательно ну, как-то, наверное, вот сюда вот так вот поправлять, корректировать. Под углом они не нужны. Так. Вот эту можно косточку ещё поближе сюда. и эту чуть-чуть сюда. Так. Эту сюда. На всё крыло пока не буду выставлять. Давайте попробуем настроить вначале вот эту часть. Понять принцип настройки. Ну, а тут уже потом можно будет докорректировать. Можно даже продублировать. так, выбираем вот эту косточку. Единицы на нампаде вытягиваем E. Alt-P Clear Parent Так. G Подставлять их будем теперь вот таким вот образом. Так. Это значит R перекручиваем. И тут ещё R как бы перекрутить надо. Делаем Е. S И подставляем её вот сюда. Так. Вот эту кость, наверное, всё-таки ещё отведём. G уменьшим и также сделаем две кости. Потому что нам нужно будет вот эту косточку ставить вот сюда. между этими косточками. S ещё уменьшаем. Теперь Shift-D подгоняем сюда. Косточку смотрим. Так. G можно поближе. И эту косточку тоже поближе. R перекручиваем. Так. Погнали дальше геморройничать. Shift-D эту теперь G выводим чуть-чуть вперёд. Делаем Shift-D подставляем сюда. Так. выводим вперёд. А эту кость, наверное, ещё усаживаем глубже в этот крыло. Так. Так, так, так. Вот это значит крыло тоже вводим. И вот это тоже вводим в крыло поглубже. Так. Опять же делаем Shift-D сюда косточку. Shift-D сюда. Делаем Shift-D одну кость выводим вперёд и делаем SE. Так. G подставляем как бы наверное наискось. Вот так. Эту часть сюда. Эту часть сюда. Ну и R немножко можно перекрутить. Теперь подключаем чтобы видеть вот эти кости. Значит вот эти все косточки. Так. Вот эту кость копируем Shift-D и ставим ещё вот сюда её. R Теперь через Shift их все выбираем и и подключаем к этой кости через Shift-D Ctrl-P и Keep Offset Так. Эту косточку раз она уже подключена можно чуть-чуть вниз отвести вот так и подключаем от этой кости Ctrl-P Keep Offset Так. Вот эту косточку типа к позвонку Ctrl-P Keep Offset крепим. Ну пока вот такая простая настройка. Теперь единицы на нампаде всё это дело выделяем делаем Shift-D щелчок правая кнопка мыши Mirror X Global с помощью Moff перетаскиваем на эту сторону вот так ну чтоб синхронно работали. Так. Всё это дело повязано нормально. Заходим в Object Mode выбираем крыло выбираем кости делаем Ctrl-P Width Automatic Widget Выбираем только кости и заходим в Edit Mode Теперь нам нужно вот эти косточки вот эти вот вот эту вот эту вот эту и вот эту повязать вот к этой кости Ctrl-P Keep Offset Так. Есть такое дело. И теперь вот эти косточки тоже через Shift левая кнопка мыши вот к этой кости допустим Ctrl-P Keep Offset Заходим в Post Mode и давайте их настраивать так выбираем вот эту косточку настраиваем ее так вот здесь чуть-чуть казус ну давайте вот на эту кость Ctrl-P А Ctrl-Shift C Inverse Kinematic ставим на одну кость так эту косточку нельзя пардонте тогда выбираем вот эту кость и вот на эту Ctrl-Shift C Inverse Kinematic на одну кость эта кость на эту кость раз два ага Ctrl-Shift C Inverse Kinematic так давайте вот этой пока отключим на одну кость настройку чтобы видеть косточки так теперь вот эта кость на эту Ctrl-Shift C Inverse Kinematic так что тут такое так эти кости поулетали вот эту пока отключим и просто подключаем Ctrl-Shift C Inverse Kinematic Ctrl-Shift C Inverse Kinematic Edit Mode вот эту кость пока наверное чуть вбок уберем а и перевяжем вот она на эту кость завязана поэтому ломка идет на эту завяжем Ctrl-P Keep Offset и вот эти косточки все перевяжем тоже на эту кость Ctrl-P Keep Offset так теперь заходим в Post Mode смотрим эту косточку на эту Ctrl-Shift C Inverse Inverse Kinematic эту теперь на эту Ctrl-Shift Inverse Kinematic и вот эту косточку на эту Ctrl-Shift Inverse Kinematic все выровнялись слава тебе так что еще делаем а теперь нужно все вот эти косточки так а вот эту кость я не выставил надо пробуем Ctrl-Shift C Inverse Kinematic Ага это не надо делать это кость вообще из другой песни так мы ее просто оставляем так что тебе нужно сделать так единица нам пади выбираем вот эту косточку и вот эту Ctrl-Shift C Inverse Kinematic но убираем ей таргет теперь вот эту косточку на эту Ctrl-Shift Inverse Kinematic и убираем тоже на нее таргет так тут идет жесткая перекрутка нужно понять почему так это значит R Ctrl-Z нужно поставить каждую от этой косточки на одну кость влияния так все вроде выровнялось теперь если мы будем вводить вот эту косточку вы видите что у нас работают перья вот классно да прикольно так если мы будем вводить вот это крыло R то у нас работает сгиб так также мы можем его перекручивать вот в таком положении делать это Ctrl-Z тоже все нормально R вот эти косточки давайте тоже настроим на три кости и вот эту кость тоже наверное на три кости так чтобы это дело было плавно вот теперь это дело плавное так единица нам пади теперь R вы видите что крыло работает можно еще тут одну косточку добавить типа ключица и тогда будет все зашибись так если мы вот эту косточку выберем и R ее перекрутим то у нас крыло получается вот в таком положении и мы можем махать также попробуем если так прокатит не прокатит вот на это на эту кость и давайте наверное вот на эту поставим Ctrl-Shift-C Copy Rotation поставим ей Local Space и уменьшим влияние так вот теперь выбираем вот эту косточку и на эту Ctrl-Shift-C Copy Rotation тоже влияние уменьшим и вот эту косточку на эту Ctrl-Shift-C Copy Rotation тоже влияние чуть-чуть уменьшим теперь получается если мы будем R вводить вот этим крылом вот его сейчас нужно настроить вот этот Copy Rotation тут посильнее возможно поставить так вот этот теперь тоже посильнее и вот этот эту косточку мы не трогаем да так а здесь что у нас установлено так пробуем единицы на нампаде R вот вы видите уже оно мягче работает уже классно так пробуем ее крутить прибавляем ей именно влияние так смотрим что получилось F O нормально теперь все это дело перекручиваем и вот оно уже мягко работает так R ну вот эту часть можно корректировать вот этой так не этой косточкой а вот этой это значит G вот мы можем перья поворачивать как-то тут все дело перекручивать вниз вверх вот перья кидать вот так вот вместе сгруппировать пробуем как она вообще скручивается так вот мы его даже можем подсогнуть так теперь вот это крыло проверяем R делаем выкрутку G R тоже как-то выкручиваем ctrl ctrl-z ctrl-z нужно еще наверное добавить одну косточку так это все на ctrl-z так все закончилось ctrl-z на ctrl-z на ctrl-z на ctrl-z на ctrl-z так ну вот все крыло машет вроде все нормально мы можем вот этот inverse kinematic тоже видите двигать так попробуем ему добавить еще влияние на три кости так здесь стояло на две а ну конечно на 4 опять же метод тыка экспериментов так вот ее теперь выбираем R и вот это крыло так подальше мышку вот уже взмах идет классный так проверяем верхнюю точку так это вот эту часть R можно перекрутить R тоже как-то перекрутить ну вот эти косточки пробуем R вот так и получается смотрите какой внешний вид крыла как это все работает вы видите что нету нигде порывов таких больших в принципе крыло смоется нормально и так вот такой эксперимент вот 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 Продолжение следует...